ПИГМАЛЕОН Существует много вариантов древнегреческого мифа о Пигмалеоне и Галатеи. Вот один из них. Знаменитый скульптор Пигмалеон работал тем же способом, что и его великий последователь Микеланджело Бонаротти. Он брал бесформенную глыбу мрамора и отсекал от нее все лишнее. Так возникла фигура прекрасной женщины, которую Пигмалеон назвал Галатеей. Скульптор влюбился в свое творение. Но мраморная статуя Галатеи оставалась холодной и неподвижной. Пигмалеон обратился с горячими молитвами на Олимп, где обитали бессмертные бои. Богиня любви Афродита в этот вечер, видимо, была занята. И первым мольбы Пигмалеона услышал Зевс, громовержец. И Зевс устремился на помощь скульптору. Пигмалеон повторил Зевсу свою просьбу оживить статую Галатеи. Зевс исполнил просьбу скульптора. Галатея ожила. Но как сложилась ее дальнейшая жизнь с Пигмалеоном, покрыта мраком неизвестности? Зевсу свою просьбу скульптору. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан 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 Казахстан